Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Citroen C-Crosser 2007 года выпуска. Двигатель 2.4, бензин-вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле по спидометру 182 тысячи. Со слов хозяина здесь уже под 400 тысяч пробег. Сегодня на этом автомобиле заменю помпу на двигателе. Подбегает, заказали помпу фирмы Dolce. Поднимаю автомобиль, сливаю антифриз и смотрю, как подобраться до помпы. Снимаю вот эту защиту боковую, подвигая. То ли сверху течет, то ли сальник стал подкидывать. Непонятно. Посмотрим. Вот она здесь помпа. Менять ее удобно. Она у нас под приводным ремнем. Сейчас подтеков нет, на ней только окислы остались. Скидываю приводной ремень и откручиваю помпу по периметру. Чтобы скинуть ремень, у нас... Вот он, натяжной ролик над шкивом. Вот он, ключик. По-моему, на 14. Ключик на 16 получается. Одеваем его и ослабляем ремень. Все, ремень ослабил. Скидываю его с ролика. И скидываю его с помпы. Ремень надорван, и уже мы его новый поставим. Вот здесь вот, на радиаторе, спереди, у нас пробка. Поставил баночку. Сверху пробку с радиатора я открутил. Открываю на радиаторе пробочку. И вот через это отверстие сливаем антифриз. Защиты на бампере нету. Снимать ничего не пришлось здесь. Под лесу удобно. Ладно, антифриз у нас пока сливается. Я откручу шкив с помпы. Я не показал. Единственное, сразу не сказал. Вот эти болты, три штуки, на шкиве. До того, как снять ремень, ключиком на 10 я их ослабил. Два я снял. Откручиваю третий. Два я снял. Два я снял. Вот видно, вот эти окислы, это все от антифриза. Здесь вот влажно. Когда разогревается, подтекает. Когда слишком холодное, тоже подтекает. Сейчас беру и по периметру откручиваю. Раз, два, три, четыре, пять болтов. По-моему, пять. Сейчас новую помпу достану и посмотрю. Новую помпу, как я и говорил, заказали фирмой Дольц. Дольц Н-207. Новую помпу заказали фирмой Дольц Н-207. В комплекте идет металлическая прокладка. Да, пять болтов. Откручиваем пять болтов. Отбиваем помпу. Берем новую и устанавливаем новую. Берем новую. КОНЕЦ Продолжаем. Открутил я все 5 болтов. Болты почистил. А сейчас беру, прижимаю немножко рукой ее. И снизу по помпе отбить ее. Помпа все равно под замену. Антифриз я слил, но он все равно немножко у нас побежит. Вот, засочился антифриз. Сейчас она дальше сама откиснет полностью. И уже можно будет ее отвести. Вот. А feathers. А это луна. И вот антифриз. А вот здесь еще немножко. КОНЕЦ Все, помпу я снял Прокладка Стоит родная металлическая Без герметика, без всего Поэтому Нам ее снять будет удобно Направляющие остались на месте Две штуки Сейчас старый антифриз стечет Протру посадочную Одену новую прокладку Также ее мазать не буду Она Покрытием каким-то покрыта И профилированная И подожмем ее по кругу Антифриз еще маленько Подкапывает Одеваю прокладку И устанавливаю помпу Что это значит? П realtà Смотрите продолжение в следующей серии. Берем болты, наживляем ее. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Устанавливаю на место шкив. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. И отверстие он совместил, если видно в камеру. Наживляем болтики и затягиваем их. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Все, болты наживил. Подтягиваю их. А когда ремень установлю, ключом уже их дотяну. Вот схема установки ремня. Здесь получается, как он идет. Сверху через ролик уходит на помпу. Здесь через нижний ролик уходит на генератор. Чтобы не путаться, можно взять, предварительно зарисовать на листочке. Что я всегда делаю. Но здесь фотографировал, есть у меня вот такая картинка. Устанавливаю ремень, развожу. И последним делом, как раз получается, накидываю на этот ролик обводной. Как ремень устанавливал, я не показывал, потому что камера под рукой неудобна. А сейчас уже установил, могу показать. Накидной ключик на 16. Что еще удобно, можно его частично ролик взвести и упереть в шкив коленвала. Вот в данном случае он стоит упертый у меня в коленвал. А так вот, вот он, ключ через ключ. Я довел и одел на этот ролик ремешок. Через коленвал не получится, потому что ремень новый, еще не растянутый. Он не хватает длины, чтобы его перетянуть через шкив. На кондиционер одеть тоже не получается длины. А так все. Вот он ремень установлен новый. Отверткой его тянуть не надо, иначе его порежут. Устанавливаю этот экран с правой стороны. Опускаю автомобиль и заливаю антифриз. Заливаю антифриз фирмы Синтек. Здесь залитый красный, был красный и заливаю. Сливаясь где-то около пяти литров, полностью канистра должна практически выйти. Заливаю. Все, залил антифриз. Полная у нас под пробочку. Закрываю пробку. Вошло, как я и предполагал, в канистре осталось. Грамм может быть 200. Но я думаю, что сейчас мы заведем. Он у нас еще разойдется и надо будет долить. Завожу. Вזкание. Заливаю. Заливаю. Все, пусть прогревается, ремешок стоит нормально, по ручейкам все хорошо. Да, маленько антифриза доливаю и на этом все, замену помпы и приводного ремня я закончил. Всего вам доброго.